Друзья, снова всем привет! Всем привет! Мы на канале Автоподбор25 и находимся на авторынке Зеленый Угол. Сегодня, как обычно, будет обзор цен представленных моделей, что продается у нас на авторынке. Итак, друзья, кто еще не подписан на наш канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик, всегда будете в курсе событий, что происходит на самом автомобильном рынке в нашей стране. Авторынок Зеленый Угол, как я уже сказал, самый автомобильный рынок и это самый большой авторынок. Здесь представлено множество моделей. наверное ни одна страна да кроме как японии не упускает столько автомобилей в таком в таком разнообразии ну соответственно в таком с таким качеством качественного производства сегодня мы вам покажем кстати все вот просят один просит по джерико другой просит фита 3 просит акцию ребят вас много мы одни мы не успеваем просто реально не успеваем снимать сегодня вкратце покажем модели да сколько не стоит здесь в принципе любой человек может найти автомобиль как бы и по бюджету и по карману и в принципе по своим пожеланиям цена начинается где-то от самых недорогих маленьких автомобилей на примере на примере наверное suzuki alto от 260 270 тысяч но такие кар и вплоть до новых автомобилей и так давайте посмотрим перед нами стоит mazda demium начали появляться такие автомобили данный автомобиль 2015 года объем двигателя 1 и 3 литра 4 воды стоимостью 578 тысяч рублей это такой средний класс автомобиля он подойдет как и мужчине женщине ну и в принципе просто автомобиль в семью далее у нас идет это идет кроссовер mitsubishi outlander это гибридная версия автомобиля автомобиль 2015 года со объемом двигателя 2 литра стоимостью 1 миллион четыреста тысяч рублей это тоже один из один из популярных кроссоверов далее стоит nissan x-trail то есть принципе вот эти автомобили можно сравнить что у нас имеется у нас есть визель у нас есть митубиси outlander у нас есть nissan x-trail у нас есть subaru forester это такие три основные кроссовера и так x-trail кстати у данного автомобиля тоже очень много комплектаций данный автомобиль с панорамной крыши белый перламутровый цвет в очень хорошей комплектации 2016 года 4 воды стоимостью 1 миллион пятьсот семьдесят семь тысяч рублей для разнообразия далее смотрите вот премиум автомобили очень дорогих автомобилей стоит toyota land cruiser prada есть аналоги левого руля но левый руль это не то данный автомобиль trg 150 кузов 2016 год аукционная оценка 5 а пробег 22000 по японии стоимостью 2 миллиона шестьсот восемьдесят тысяч рублей поверьте такие автомобили есть и это не единичный случай то есть их довольно таки много на данной стоянке что у нас еще представлена представлена у нас с вами nissan sirena давайте пройдем к ним nissan sirena это такой я не могу сказать то что это бюджетная если если сравнивать его именно с микроавтобусами то скорее всего да то есть если у человека есть миллион он хочет себе полноценный не минивен полноценный микроавтобус для семьи остается только nissan sirena на данном автомобиле цена у нас не указано кстати есть автомобиль передний привод есть автомобиль 4 воды есть гибридная версия автомобиля данный автомобиль 14 год гибрид аукционная оценка 4 балла цена к сожалению не указано ну давайте пройдем на следующую стоянку также на авторынке представлена спецтехника не только спецтехника и грузовики на это отведено специальное место поверьте здесь очень много несколько вам покажем и так стоит isuzu эльф комплектация к сам птс таможня глонасс установлен грузоподъемность 3000 килограмм стоимость автомобиля 1 миллион шестьсот тридцать тысяч рублей следующий стоит бортовой грузовик одна кабина стоимостью 1 миллион триста двадцать тысяч рублей и суза эльф полная пошлина а 2013 год глонасс установлен дизель 3 литра 4 воды отключается грузоподъемность 2000 килограмм категория c еще один бортовой грузовик 2014 года выпуска тоже полная почта все вот это все автомобили это все идет полная пошла то есть они все растаможены грузоподъемность 3000 килограмм 27 бензин рессорный лежит аукционный лист пробег на автомобиле 49 тысяч по по кузову автомобиль целый у него идет замена замена переднего тут не понять или крыла до или передние левой точки также хотелось бы добавить из названия видео вы видели что сегодня будет видео довольно таки интересно авто с пробегом плюс 300 тысяч мы вам покажем расскажем и поверьте на авторынк зеленый угол есть честные продавцы следующий автомобиль у нас идет honda fit shuttle 2014 года выпуска гибридная все кожа подогревы 4 балла 610 тысяч рублей стоит автомобиль данный автомобиль тоже подходит для семьи довольно популярный дэми мы вам показывали дальше honda freed honda freed spike это самый популярнейший автомобиль постоянно идет в поиске семейные минивены данный белый перламутровый гибридная версия 2012 год 655 тысяч стоит автомобиля в черном исполнении 2012 год круиз-контроль электро дверь 639 тысяч аналогов таких автомобилей наверное нету напишите в комментариях какой есть аналог с левым рулем далее honda fit на литье на летней резине белый перламутровый цвет множество комплектаций на таких автомобилях 14 год четыре воды 639 тысяч представляете гибрид гибрид еще 4 вот subaru xv тоже можно отнести кроссоверу 16 год 2 литра начинка от форестера пробег 20000 1 миллион девяносто пять тысяч автомобили просто 4 воды мы соответственно есть в гибридном исполнении гибриды идут тоже 4 воды toyota corolla филдер это уже идет рестайл отличается по передней части но немного по задней отличается бампер фары решетка в синем цвете повторители 2015 года полтора литра аукцион 4 балла 695 тысяч рублей есть автомобиль передний привод из 4 воды есть гибрид передний привод toyota spade тоже подходит автомобиль для семьи пятьсот шестьдесят восемь тысяч салон автомобиль очень просторный у у нас левой стороны дверь одна нас движна неплохой объем багажного отделения с правой стороны как видите две двери они идут распашные есть автомобили 4 воды есть автомобили передний привод с объемом двигателей 1 и 3 и полтора литра от довезли гибридная версия 2015 года выпуска радар движение по полосе датчик столкновения тоже кроссовер а кроссовер но если допустим брать forester xv outlander отлендер x-trail то у них клиренс все-таки будет повыше как то вот это мое мнение это по большей части именно женский автомобиль и так значит то есть гибрид есть просто передний привод есть перед привод гибрид соответственно есть автомобили 4 воды 2015 год 1 миллион сто тридцать пять тысяч рублей так фидом показывали смотрите вот они стоят автобусы voxie нохи x power есть 4 воды передний привод есть гибридной версии где идет гибридная версия объем двигателя 18 где не гибрид двухлитровые шестнадцатый год рестайл 4 воды жирная комплектация 1 миллион двести восемьдесят тысяч рублей honda inside таких автомобилей почему-то их мало двенадцатый год полтора литра есть 13 максимальная комплектация стоимостью 630 тысяч рублей справа стоит идет арактис кстати он идет на климат-контроле ухты автомобиль еще открытый он идет на климат-контроле вариатор кожаный руль подлокотник имеется чистенький ухоженный салон второй ряд сидений автомобиль 2016 года полтора литра комплектация g климат-контроль видите написано пробег на автомобиле 28000 показывали спайки вот стоит фрит двенадцатый год 4 воды стоимостью 675 тысяч литье жирная летняя резина плохо что не зимняя там били закрыт бесключевой доступ ведь у него окошко вот здесь в спайке окошко этого нету мы во фриде у него он не делается в ровный пол пробег на автомобиле 130 тысяч за 675 тысяч рублей рядом стоит honda honda shuttle 2000 2019 года выпуска полтора литра гибрид подогрев сидений раздельный климат-контроль сонары 1 миллион сто тысяч рублей тоже такой семейный автомобиль toyota rush dayhatsu бегу вот такие автомобили знаете они как-то вот на любителя мое мнение слишком дорого они стоят и так это rush 2009 года g комплектация 755 тысяч рублей объем двигателя полтора литра 4 vd subaru forester в черном цвете зимняя резина автомобиль пробежный 2013 год один миллион шестьдесят тысяч рублей друзья ну и помимо таких полноценных семейных автомобилей то есть представлено великое множество некий коров и автомобили для для работы сейчас тоже вкратце вкратце расскажем и кстати не забывайте авторынок да вот здесь идет раз стоянка вдоль дороги 2 стреком стоянка центральной есть такие небольшие площадочки о которых в принципе знают не каждый не каждый покупатель и так перед нами стоит suzuki hustler автомобиль 2016 года выпуска трубовая версия автомобиля есть автомобили нет turbo стоимостью 485 тысяч рублей слева от хаслера стоит у нас mazda это по-моему у нас кэрол стоит 2015 года стоимостью 335 тысяч рублей автомобиль 4 балла на торпеда лежит аукционный лист перед нами стоит дыхаться мира и с мира и с это кейкар такой наверное самый надежный он тоже довольно популярный белый кстати перламутровый цвет есть просто белый цвет а есть белый перламутровый есть автомобили 4 воды есть автомобили передний привод цена к сожалению здесь не указано очень много попадаются кейкаров именно вот с высокой крыши с раздвижными дверьми на предмете на примере на вот стоит nissan days rooks 2015 год 355 тысяч рублей тоже многие берут его именно для семьи потому что ну реально в салоне в салоне очень много места honda n-box ну honda n-box там цены нету honda n-box дальше вот на примере suzuki spice автомобиль тоже в исполнении в черном цвете 16 год 365 тысяч рублей есть автомобили маленькие микроавтобусы вы их называете микро венами доход сухой джет вот nissan clipper стоит там отра и их тоже их тоже много но это такие автомобили это не семейные автомобили по большей части их берут для какого-то какого-то небольшого своего бизнеса может куда-то в деревне ездить что-то перевозить стоимость таких автомобилей начинается от 300 тысяч рублей но вы должны понимать то что в принципе за 300 тысяч рублей хорошая машина с пробегом 50 60 70 тысяч вы не найдете более менее нормальный автомобиль с пробегом тысяч наверное 130 140 до будет стоить в районе 350 370 тысяч рублей следующий кейкары это dayhatsu move тоже популярный автомобиль dayhatsu move subaru stella вот но не какие-то не не то что по гремушке они вот по комфортабельности мне не нравится намного больше стоимость таких автомобилей начинается от 330 тысяч рублей на примере вот этих вот три автомобиля кстати у них тоже разные комплектации три вот эти автомобили они стоят под 345 тысяч рублей следующие автомобили кстати вот недавно поступил звонок попросили сравнить автомобили на примере что там транзит какой-то есть сравнить nv200 и сравнить nissan bongo ну сравнивать мы этого мы сейчас делать этого не будем потому что транзита нам взять к сожалению нигде данные автомобили это автомобили рабочие берут для бизнеса опять же в деревню просто как к нам какой-то 3 автомобиль в семье что-то возить какие-то грузы перевозить кстати вот это вот вся стоянка вся вот эта стоянка она была заполнена именно вот этими вот автомобилями то есть bongo и ванет автомобили это полностью полностью они одинаковые до нового года автомобили эти разобрали сейчас на них поднимается утиль сбор соответственно цена цена будет будет на них намного выше стоимость таких автомобилей в хорошем состоянии начинается где-то от 700 тысяч рублей то что будет ниже там будут пробеги по 200 по 200 по 300 тысяч вот эти автомобили нужно внимательно смотреть проверять на пробеге потому что я сказал автомобили рабочие в японии на них ездят очень много и так на nissan vanette автомобиль 2014 года кстати они 4 воды бензин пробег 91000 далее следующий автомобиль mazda bongo 2014 года 4 воды аукционная оценка 4 балла аукционник не рисованы и поверьте поверьте это точно пробег 114 тысяч кстати они есть в разных комплектациях есть с высокой крышей есть где есть ремни безопасности сзади есть где нету есть где форточки раздвижные допустим на примере можно показать на данном автомобиле сзади форточек нету это у нас стоит бонга на ван эти задние форточки у нас есть это тоже очень удобно следующий автомобиль nissan vanette 13 год пробег восемьдесят четыре тысячи стоимость где-то 720-730 тысяч рублей на эти автомобили вот стоит бонга кстати вот на вот этом бонга цена у нас указано 14 год бензин 4 воды стоимостью 700 тысяч рублей давайте немного цену на их отцу мира есть 15 год на 4 воды 295 тысяч рублей данный кикарчик созучка 315 тысяч рублей это у нас это у нас какао 15 год 660 кубиков 315 тысяч рублей suzuki alto один из самых дешевых автомобилей 2015 год стоимостью 305 тысяч рублей такой автомобиль вам показывали mirage mitsubishi mirage объем двигателя 1 литр 2014 год аукционная оценка 4 балла стоимость здесь не вижу ну и toyota pro box toyota soxed это самый популярный как ему сказать народный самый популярный народный универсал стоимость таких автомобилей начинается от 500 тысяч рублей и выше все будет зависеть от состояния от пробега ну и соответственно от комплектации друзья ну вот наконец мы приехали с вами на стоянку как вы из видео до газа догадались сегодня будут автомобили с пробегами 300 тысяч плюс и это toyota prius все вот эти автомобили раз два три 4 5 6 7 ни на одном нету пробега меньше 300 тысяч все вот эти автомобили из-под такси соответственно естественно не использовались в японию дверьте знаки такси сейчас мы какой-нибудь автомобиль откроем и знаете что самое интересное вот один автомобиль мы сейчас подключим к сканеру и посмотрим в каком состоянии у нас батарея автомобили двенадцатых годов стоимостью 675 тысяч рублей где вы видели 30 prius 12 год рестайл за 675 тысяч рублей продавец это не скрывает под этим видео будет ссылочка на данного продавца какие-то автомобили подготовлены какие-то автомобили не подготовлены и да как бы багажник грязный он использовался в такси здесь перевозили какие-то грузы перевозили люди автомобиль очень много ездил в целом состояние допустим заднем задних кресел да в целом состояние неплохое вот остались какие-то я так понимаю здесь какая-то реклама была какие-то штучки были установлены куча наклеек подлокотник раз два три три дырки в подлокотнике что-то тоже туда там было закреплено очень интересно очень интересно состояние батарея вот тоже шашечка крепилась а все автомобили пришли без магнитофонов посмотрите какой руль потертый на самом деле на самом деле как бы многое будет исправляться то есть допустим вот этот автомобиль вот тоже посмотрите дырки мафана нету здесь к эта штука все будет готовиться к продаже все автомобили они будут подготовлены вот это вот напишите в комментариях что такое сейчас мы попытаемся узнать для чего это нужно смотрите сейчас я поставлю на вот этом автомобиле пробег 400 тысяч километров сейчас уточню сколько пробег четыреста шестьдесят одна тысяча посмотрите на состояние крышки инвертора посмотрите на болтики поверьте не каждый догадается об этом посмотрите состояние состояние подушек я еще раз повторяю масло уровень автомобиль не подготовлены подкапотное пространство в данном автомобиле его не мыли сейчас мы посмотрим по замерам толщина мера он еще окажется и в родной краски автомобиль смотрим первый раз подробно проверять не будем просто по несколько раз на деталь то есть крыло заводской окрас дверь заводской окрас задняя левая дверь заводской окрас вся сторона в заводской окраски вот есть честно и до продавцы когда вы пришли вам рассказали про данный автомобиль а представляете будет стоять такой автомобиль неважно где он будет стоять на рынке не на рынке да где угодно он будет стоять вы приходите смотрите кузов целых кстати кузов посмотрите состояние кузова ну понятно то что камера на передаст вот левая сторона правая сторона нету ни в потертости не царапин то есть вы получается приходите покупать автомобиль смотрите салончик чистенько его подготовили все отмыли все недостатки все вот эти дырки убрали там исправили детали поменяли вы подключаете сканер допустим у него хорошая батарея вы садитесь на автомобиль уезжаете и вы представляете вы долго на нем ездите потому что у него состояние батарея будет шикарная но к этому сейчас вернемся но когда вы узнаете когда вы узнаете какой на самом деле у этого автомобиля был пробег то я думаю вы будете удивлены завели мы с вами данный автомобиль а сейчас мы ищем настоящий аукционный лист точнее мы уже нашли в данный момент он у вас на экранах видите да пробег какой на автомобиле 358 тысяч пробег на данном автомобиле тойота приус 2012 год стоимостью 675 тысяч рублей но здесь багажное отделение уже немного почище еще раз повторяю что автомобиль он не подготовленный он будет готовиться к продаже сейчас будем смотреть состоит и батарея состояние батарея на данном автомобиле тоже нет магнитофона остались какие-то японские копеечки на щелкну дверку кто не верит кто не верит вот пожалуйста номер кузова можете поставить на паузу откройте посмотрите то что на этом автомобиле действительно действительно такой пробег значит не открывается так второй ряд сидений но здесь тоже довольно неплохо сохранили сидения коврового покрытия тоже у нас чистенькая давайте присядем туда на улице жутко холодно ну я так понимаю во всех автомобилях во всех автомобилях вот эти вот дырки у них не знаю что здесь было здесь дверные карты хорошем состоянии что с левой стороны что с правой стороны потолок не прокуренные дырок потолки нету и так что у нас по сканеру так друзья автомобиль проверен по сканеру получается значит у нас одна ошибка по кондиционеру это обрыв датчика давления если бы было тепло я бы сказал что здесь не работает кондиционер сейчас непонятно потому что холодно поэтому непонятно работает он пока не работает остальным системам везде все нормально ни одной ошибки то есть все ровно и проверили батарею него здесь как заводские настройки то есть у него сопротивление как будто машина вышла с завода также разница между напряжениями там тоже минимальная тоже все идеально 358 тысяч пробег в общем друзья какой у нас какой у нас вывод есть честные продавцы есть автомобили с пробегами 300 тысяч плюс и есть идеальное состояние батарея ну конечно идеально там 8 на этом автомобиле были какие-то мелкие расхождение но это все допустимо автомобиль он обслуживается если автомобиль обслуживать своевременно постоянно то он у вас проедет и 300 и 400 тысяч километров напоминая стоимость вот этих всех плюсов 12 года 675 тысяч рублей сейчас некоторые попытаемся открыть если не открытые посмотреть что у них внутри да он открытый магнитофона нет увидите все те же самые дырочки та же самая реклама какая-то антенна вот еще у нас какая-то штука все-таки вот нужно узнать что это что это у нас такое так в общем мы узнали что это за брюмбаха что это за ручка внимание смотрите дергаем она открывает дверь автоматика дверь закройся дверь закрылась вот такие вот японцы молодцы и я вам скажу так то сделали небольшой перерыв я практически каждый автомобиль прошел толщины мера в принципе машины целы то есть нам нету такого глобала до чтобы там крылья были резаны там были варены пороги менялись до в каких-то автомобилях есть небольшие подкрасы да где-то вот есть там замена дверей но внутри . утра . все целое поэтому кому нужен дешевый prius ссылка на продавца в описании приходите покупайте будете ездить мы не призываем покупать вас эти автомобили дамы просто вам показываю то что такие автомобили они действительно есть многие интересовались многие спрашивали сколько сколько ходит гибрид вот пожалуйста гибрид свободно ходит 500000 может быть кто-нибудь сталкивался уже с покупкой такого автомобиля именно гибрида да и он узнавал потом то что у него такой пробег поэтому если кто-то сталкивался пишите в комментариях пишите в комментариях что у вас происходило с вашим автомобилем и кто ездит на гибридах пишите тоже в комментариях пробег такой там допустим 150000 я столкнулся с тем-то с тем-то на сегодня все всем пока не забывайте подписываться на наш канал